Малышня Вот, 23 февраля. И вот ты сейчас доказываешь, что ты настоящий мужик. Ага, постучи по земле. Так, вот смотрите, в Зоте у садоводов 7 разрядов. Первый самый низкий, седьмой самый высокий. Ну что, будем экзамены сдавать? У тебя стаж, 5 лет, ты знаешь об этом? Пора? Ага, давай. Соня, иди сюда. Тише, не матерись. Дети. Знаете, друзья, как они называют деньги? Вот они сейчас заработают по сотне, по две. Они говорят бабло. Так, нет? Да. Ладно, короче, отвлекся. Итак, смотрите, зачем вы это делаете? Вот сейчас. Чтобы защитить корм от морозов. Так, раз. Теперь, видишь, крышу? Вот она. Зачем мы еще? Чтобы контролировать перегрев в теплице? Два. Зачем тогда форточки скажи? Ведь в нормальной теплице форточек нет, что я считаю страшной ошибкой. Ну, в принципе, ты ответил. Регулировка теплового режима. Ладно. Так, еще не все спросил. Еще не все. Ну-ка, пойдемте сюда. Сонька, а ну-ка, ты хоть на один вопрос ответь. Может, тоже первый разряд получишь. Кстати сказать, это же персики, правильно? Вот. Им же нужна дополнительная защита от морозов в Сибири. Ого. Но это еще не ответ. Это я сказал. Идем сюда. Итак, ладно, тут выходим по неволе. Тут мы снег берем, больше негде. Скажи, пожалуйста, Сонька, ну-ка ты. Я тут, вот мои следы. Всего раз прошел, нарезал черенки. Почему должно быть здесь сплошной снег и почему не тронутый? Чтобы деревом было лучше, чтобы они... Тимашка, помогай. Тимаш, иди сюда. Иди сюда, говорю. Ну, вот смотрите, для чего снег нужен. Ну, наверное, это будущая вода. Раз. Еще для чего. Так, сегодня я вам двойку поставлю. Для защиты корней. О! Ой, у меня чуть сердце не остановилось. Вот он, герой дня. Еще раз. Для защиты корней. От чего? От мороза. Слава богу. Ну, есть же нормальные люди. А скажи, пожалуйста, для чего я когда включил передачу «Бобер», так? Они там ходили, взяли друг друга за плечи и выплясывали летку-енку. И говорили, что это все надо вытоптать. Ты считаешь, это правильно? Нет. О, а ну-ка еще раз скажи громко. Нет. О! Вот это ребенок. Соня, сколько тебе лет? В семь. В каком ты классе? В первом. А почему, получается, первоклассник знает, что должна быть нетронутая, как в природе, снеговой покров, а люди, зарабатывая деньги, обрекли миллионы садоводов на вытаптывание? А, Соня? Ну, как так? Тебе семь лет. Так, так, значит, смотри. За то, что ты таскаешь этот, закрываешь снегом 100 рублей, и тебе, как назовем это, участие, участие, участие. Как, назовем это, как, ты как модель, красивая девочка, украшаешь этот сад, даешь ценные советы. Еще 200 рублей. Ну, у тебя не такой гонорар, как у тех фей, которые учили, что снег надо уничтожить, снеговой покров, вот. Назвал снега, назвал это влагозадержанием. Ну, все, поздравляю, твой первый гонорар. А почему ты говоришь, сэнки, а не спасибо? Переучилась. А кто виноват? Дед виноват, заставляет вас по кружкам ходить. Ну, все, ребята, я, наверное, у меня на душе праздник. Значит, Сонька и Тимошка, вот они, а вы работаете, нечего лесу тащить. Сдали первый экзамен, первый разряд из семи. Вот. Интересно, какой разряд у тех актеров из этого телеканала «Бобра», которые требуют... Близко к этому нельзя, к дереву. Только сейчас говорю, что это защита от Мороза. А, подальше, подальше. Ну, что, я считаю, фильм удался. Наверное, это будет пользой не только родственным. Наверное, кто-то лишний раз возьмет ребенка в сад, отвлекая его от этих же телефонов дурацких. Вот. Наверное, да? Видите, я не болту. Но я прошел всего один раз, срезал черенки и все. И причем, знаете как, вот такой огромный соблазн. Вот смотрите, это абрикос «Дар небес». Вон он, небо смотрит. Это молодые деревья. Я же говорю, что это посадки 2016 года. Вот те 2015 года. Вот те абрикосы. А вот это фаина. Видите? Я вот не дотянулся. Вон веточка белеется, шрам или как назвать, торец. Вот не дотянулся, чтобы замазать. И еще одно замазать. И вот срезал две ветки этой фаины. Уникальный сорт, мой личный. Вот. Уже пошел гулять по России. Но только на мошеннических сайтах гуляет. А вон они, видите? Достать легко. У меня длинный секатор. Рука не поднялась. Меня трясут. Я говорю, нету, не дам. Вот так вот. Ну и все что. Вот судьба интересная, да? Сегодня только фильм снимал с украинцем. Вот. На пару. Вот с этим. С моим другом, земляком с Украины. Ну мы про персики снимали. Так. А вот этот я с Украины привез, привил. Оказались плоды 20-30 грамм. Обидно, страшно. Должны были 100. Почему так? А теперь ждем укропнение, укропнение, укропнение. Это так по ходу. Это редкая моя неудача. Хотя как можно считать неудачу, когда плоды сохранили... Это персиковый абрикос. Плоды сохранили свою невероятную сладость. Ну только очень мелкие. Ну что делать? Ну вот не получилось. А потом давай на него дальневосточное привать. Раз, не принял. Два, почти не принял. Небольшая ветка. Три, не принял. Четыре, не принял. Вот оказался чужаком здесь, в Сибири. Почему? Здесь царство дальневосточных абрикосов. Вот они, посадки 15-го года. Вот это уже четыре человеческих хруста. Видели? Урожай я вам показывал. Назвал я их общим названием. Сегатолинские. По сортам, по сортобразцам не разделяю. Сегатолинские хрустцы. Сегатолинские хрустцы. Сегатолинские хрустцы. Ну приезжайте. Вот. Ирина Александровна Савинич что-то понимает в этом. Приезжает, пишет что-то. Записывает, фотографирует. Ну а мы люди простые. Общее название Сегатолинский. Видите? А вот зачем я говорю? Ну чтобы фильм сильно маленький мне показался. Вот этот абрикос. Это потомок того самого. Жердель привез с Украины. Ой, я туда не иду. Видите? Я не нарушаю. Наст неприкосновенный. Вот он, смотрите. Ни разу не ходил. А вот смотрите на него. Откуда взялся здесь жердель? В прошлом году 40-й. Рекордный урожай. Телевидение присутствовало. Вот. Частично фиксировало. При них было собрано 10 ведер. А оставалось столько, как будто и не подходили. И вот получилось так, что тот жердель, привезенный с Украины 2000-2001 год зимой. Вот. То есть 22 года назад. Он был привит на манджурца. Урожай, повторяю, последний рекордный. Перед этим был самый большой урожай. У него 23 ведра. А теперь 40. А через несколько лет. Так. А потомки его, вот один из них. То есть уже из косточки. Морозостойкость сохранил. Потому что гена манджурца в нем. А даром, что с Херсонской области приехал. С Херсонской области. С этой самой. С деревни Змеевка. И так далее. И вот получилось, что Сибирские морозы нипочем. Потому что это теперь Вегетативный гибрид манджурца И жердели. Плоды небольшие. Кисло-сладкие. Вкусные. Многие предпочитают им. Даже королевским. Вот, пожалуйста, еще один пример. Вот так расширяется география. Почему? А потому что вон там Несколько абрикосов. Самых больших привитых. Там и поздний Железово. Там и... Я не знаю, как получилось, что... Не знаю название сорта. Но не от Филиппева, нет. А он оказался довольно поздний. Вот. Там Фаина я вам показал. Вот. Там манджурец. Но какой-то он стал оккультурный. Там Амур. Вот. И так далее. И вот это до того интересно, что... Понимаете, ребята? Ну некогда мне умирать. Ну некогда. Не успеваю. Вот смотрите. Дар небес. Посмотрите, как он весь обрезан. Напрочь. Смотрите внимательно. Видели? Вот такие ветки я уже не режу. Они для вас, мне кажется, уже не полноценные. Вроде бы полноценные, но есть предел всему. Вот. Когда я вот этот торец... А, давайте тут покажу. Вот видите? Вот так режется на черенкование. Так. И самое интересное, что... А, нет, 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 нет. Вот наем, наем, наем. Дар небес. А это нет. Это королевский. Я спутал, извините. Вот дар небес. И на нем прививка. Ну, догадайтесь, что это такое. Венгерка эта богатырская. Вот она привита. Значит, плодов на ней еще не было. На других уже было. Я показывал фотографии, все, честно. Вот. И оказалось, спасибо Чернобаеву, который зачем-то взял, на бае привил, на бае привил моей венгерки, получил розовые венгерки и прекрасный урожай. То есть совместимость оказалась 100%. Я решил повторить, я решил поучиться у Чернобаева. И у меня на пяти деревьях сделаны прививки. На трех из них уже плоды были. Вот на этом, вот наем. Ой, туда идти-то я в туфельках. Вот она вертикальная. Вон она, маоченькая такая. На ней уже. А вон плодик висит. Ну, как же показать-то, чтобы ноги не это. Вот. Многие мерзнут даже сейчас. Приехал в этих крошовках летних. Вот. Ну, так бывает. Так. Отсюда увидите, нет? Ну, эх, пошел. Все-таки садоводство требует жертв. А вот он, последний висит. Мумифицированный, видите? Вот это есть прививка на королевский абрикос. Именно венгерки. А еще у меня было чудо, но оно не сбылось. У меня вот здесь был привит Петр Великий с огромными будущими плодами. Вон туда уже не пойду. Вон тут этот. Видите? Там пень. Два года пожил, покрылся цветами. Вот. Две мощные ветки и умер. А вот эта ветка, что интересно, вот на этой. Впервые королевский абрикос, официально 50-60 грамм. У меня официально был 80. И на этой ветке явно влияние было вот той прививки Петра Великого. 100-граммовые плоды висели. Я это тоже расценил как неудачу, но перешедшую в удачу. Не могло быть. А вот, пожалуйста, королевский. И фотографии есть, и весы есть, и плоды есть. Вот так вот. Знай наших. Может быть, назвать этот фильм «Знай наших»? Ну-ка, и работают, и работают, и работают. Вот, я их накормил, они работают. Я хожу голодный, мне некогда. Сейчас песню запою. Высоцкого. Вы посудите сами. Я голодный, посудите сами. Здесь дают на завтраке омлет. У меня круги перед глазами. Королея путаю с тузами. А я вот начинаю путать сорта. Видели? Я перед этим спутал королевский с этим. С даром небес. Так. Вот это единственное дерево под названием Белый налив. Я их зауважал последние годы, когда я понял, что по всей югу Красноярского края и Хакасии более уничтожены 90-95% яблонь. Причем роскошные все. На рынке исчезли, продажи исчезли. То, что мы когда-то гордились. Шигулевские. Исчезли, ладно, Белые наливы. Вот. Исчезли мёбы канадские. Исчезли то, что у нас раньше было почти в каждом саду. Папировки. Исчезли. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Это ж надо не так поговорить. Надо говорить, что осталось. Остались ранетки и дикари. И вот у меня тут на берегу, вот тут через несколько домов, берег Енисея. Так. Через несколько хозяйств. Вот. И там на берегу растут перенесённые птицами. Потому что плоды размером с ногти. Вот у вас ногти разные, посмотрите. Мелкие, крупные. Самые крупные, чуть крупнее ногтя на большом пальце. Вот. То есть это всё бывшие культурные, одичавшие. И растут на берегу. Но их-то не взяла никакая зараза. Вот. Вот этот вот. То, что я назвал бактериальный рак. Название моё личное. И, кстати, вот мои деревья. Одно. Как видите, пока он летует, я единственное, что калечиваю их. Одна яблоня, вторая яблоня, третья яблоня. Вон там четвёртая яблоня. Это этот самый. Розмарин. Вот. Колоновитки мои. Вот они. Вот. Только потому, что колоновитки не трогаю. Поэтому они ещё живы. Вот. Эти я трогаю, но однолетние приросты. Только однолетние приросты. Чего я добиваюсь? Если срезать витку целиком на кольцо, вот этого дерева уже не было бы в живых. А так вот, пожалуйста. Вот таким образом. Оставляю несколько почек. Это ещё по-божески. Но мне внутренний голос говорит, что через несколько лет она умрёт. Вот. От такого издевательства. Всё, ладно. Я тебе это, обещал заплатить. Да. Теперь иди в машину греться. Всё. Я ещё не хочу. Я не замерзла. Ну тогда, Тимошке, помогай. Не, я хочу делать снежки. А, ну, то есть поиграться. Ну, давай играйся. Только снег не залазь по уши. Так, ладно. Идём дальше. Ну что, наверное, надо заканчивать всё это кино. Вот. Идти в машину. Там меня ждёт сосиска в тесте. Вот. Я голодный. Посудите сами. Как пилосоцкий. Нет. Ну что мне, пожалеть. Нет своей ноги. А нет, я эти персики вам показывал. У меня тут есть такое место. Я его называю. Ну, куда я иду-то? И куда? У меня ноги все в снегу. Уже промокли почти. А я попёрся по целине. Но я обещал, что не буду топтать. Портить этот самый наст. Вон персик раз, персик два, персик три, персик четыре. То есть, если смотреть слева направо. Вот. И вот этот абрикос предназначен для перепрививки. Посмотрите, как я его обкарнал. Видите, сколько сортов я на нём испытаю. А мне Мезинов прислал черенки. Хвастаюсь. А мне, значит, Макарову прислал черенки. Хвастаюсь. Вот. Вот здесь будут висеть плоды 150 грамм. Вот так вот. Вот здесь. Вон там такое же дерево. Видите? И там ещё десяток предназначено для перепрививки. Вот так вот, друзья. Нас нетронуты. Вот. Что тут ещё интересного? Тут много чего интересного. Там у меня растут эти сеансы академиков. Все листья оказались разные. Ни один не повторился. Это почему? Академик у меня стал гибридный. И они чистые. И у меня каждый раз что-то новое. И каждый раз академик. И уже выделился академик. Я под названием крупноплодный Железово. Выделился академик под названием тройной гибрид Фаина. Вот. И так далее. И так далее. И разнообразие больше. Что ни дерево, то чудо. Ну что, ребят, хватит об этом. А то я сейчас пойду по снегу и окончательно замёрзну. Пожалейте меня. Я пошёл в машину греться и сосиску есть. Субтитры сделал DimaTorzok